Фокусы от моряка.ру Итак, друзья, давайте посмотрим, как выглядит фокус Эдварда Марла, который называется «Найди моих ассистенток». Для демонстрации этого фокуса я воспользуюсь картами «Байсикл Аутлоу». Очень классные карты, одни из моих любимых. Кому они интересны, ссылки на эти карты я оставлю в описании к видео. Ну что же, дорогой друг, я думаю, из названия тебе понятно, что «Найди моих ассистенток» это значит «Найди четырех дам». Потому что под ассистентками, я думаю, понятно, что подразумеваются дамы, а не какие-нибудь шестерки, пятерки и так далее. Уважаемый зритель, как вам нужно сейчас будет сделать? Смотрите, вы берете, переворачиваете одну часть колоды, потом берете побольше карт и переворачиваете их тоже. Пролистываем все эти перевернутые карты. И первая карта, которая попадается у меня рубашкой вверх, это будет моя ассистентка. То есть, смысл поиска вам понятен, да? Давайте еще разочек для закрепления. Раз перевернули, два перевернули, пролистали. Первая карта рубашкой вверх, это будет моя ассистентка. Окей, готовы? Поехали. Зритель переворачивает раз, переворачивает два. Пролистываем карты. И вот первая карта, которая попадается рубашкой вверх, это моя ассистентка. Также мы разобьем колоду. И вот так вот на четыре стопочки ее поделим и разложим. Итак, уважаемый зритель, все происходило с вашей подачей. То есть, вы сами выбирали, где подснимать, а я лишь разделил колоду на четыре стопки. Итак, давайте посмотрим, что же у нас получилось. Удивительным образом получилось так, что все четыре карты, это четыре дам. Итак, дорогой друг, если тебе понравилось это видео, то, конечно же, комментируй, лайкай его, чтобы выиграть приз. А если ты до сих пор не подписан на мой канал, то я тебе советую прямо сейчас подписаться, чтобы быть в числе первых, кто увидит новые видео. Ну что ж, а мы тем временем перейдем и посмотрим обучение этому элементарному фокусу. Окей, друзья, ну что же, давайте посмотрим, как выполняется этот фокус, который называется «Найди моих ассистенток». Сейчас я вас ему научу. Да, хочу сказать, что этот фокус можно и выполнить с колоды 36 карт, потому что всякая колода в 54 здесь не нужна. Нам нужно лишь четыре дамы и колода. Без разницы какая, 36, 54, не важно. Итак, что мы делаем для начала фокуса? Для начала фокуса мы берем трех дам. Трех. И кладем их наверх. Одну даму мы кладем вниз, второй снизу. Получается, у меня одна дама здесь, три дамы наверху. Итак, сейчас нам нужно поверх этих дам наложить еще две карты. Две карты это как раз для того, когда вы будете зрителю объяснять и показывать весь смысл. То есть я как делаю, да, я просто беру и с помощью Ruffle Shuffle добавляю сюда две карты. То есть я пролистываю. Вот эту нижнюю даму я обязательно слистываю в начале. И только потом начинаю на нее листать карты. Верхняя дама у меня вот здесь вот, да. То есть я долистываю, чтобы у меня с этой стороны оставалась одна карта. Опускаю дам и на них уже бросаю другую карту. То есть получается у меня карта и дамы. То же самое делаю со второй картой. Если вы не умеете делать такую тасовку, Ruffle Shuffle, да, то вы можете положить на дам просто две карты как-нибудь перед началом фокуса подготовить, да. Ну, я лично в процессе как бы вот это все выполняю, потому что это выглядит более естественно. Итак, у нас две карты наверху. И под ними три дамы лежат. Одна дама также у меня влезу. Далее, что происходит? Мы объясняем зрителю, как надо сделать. То есть показываем, что мы берем. Возьмите где-то примерно одну четвертую колоды. Переворачиваем. Далее берем еще карт. Можно взять уже примерно половину колоды. Переворачиваем. Пролистываем. Объясняем зрителю, что пролистываем до того места, где у нас будет первая карта рубашкой вверх лежать. Это и будет наша остеистентка. То есть, а это та самая карта, которую мы налистали последней. След за ним идет. Следующая карта. И потом уже начинаются дамы. Итак, объяснили зрителю, да, что пролистали карты. Первая попавшаяся рубашка вверх, это будет моя ассистентка. То есть, так объяснили. Так вот ее просто убрали. И так вот в середину колоды запихали. Ну, если веер делать не умеете, просто в середину положите и все. Окей, давай еще закрепим. То есть, смотри. Одну четвертую перевернули. Половинку перевернули. Пролистали. Первая попавшаяся карта, которая лежит рубашкой вверх, это будет моя ассистентка. Тем самым, вот объяснив во второй раз, вы убираете эту вторую карту. У нас остаются три дамы наверху. Все. Теперь мы готовы показывать зрителю, да. Точнее, не показывать зрителю, а чтобы зритель уже участвовал. Окей, протягиваем колоду зрителю. Зритель берет. Переворачивает раз. Переворачивает два. Пролистываем. Вот она, первая карта, рубашка вверх лежит. Это как раз наши дамы здесь лежат. То есть, пролистали эти карты, отдельной стопкой кладем. Первую, вот эту попавшуюся, как и обещали, это будет наша ассистентка, мы кладем сюда. Далее, подснимаем примерно одну треть оставшейся колоды, кладем стопку. Подснимаем половину от оставшейся колоды, кладем стопку. Ну, в общем, делаем так, чтобы у нас как бы пачки, в пачках было порвано карт. Примерно, да. И с последней стопкой нам надо сделать тасовку. Так как дама у нас здесь внизу вторая, нам необходимо вывести ее наверх. Как я делаю? То есть, я использую контроль верхней и нижней карты. Я вот так вот стягиваю эти обе карты, да. Во время тасования вот так вот стягиваю. Вот они у меня, раз. И начинаю тасовать, пока у меня дама не останется последняя в руке. Вот она у меня, последняя в руке, и я ее как раз наверх кладу. То есть, еще разок. Дама у нас вторая снизу. Стягиваю обе эти карты. И тасую, пока у меня одна карта в руке не останется. Это как раз дама. Кладу ее наверх. Все положили, да. Говорим зрителю, что все он делал сам, я лишь стопки поделил и так далее. Значит, что мы имеем здесь? Значит, сейчас у нас здесь одна дама. Здесь две дамы. И одна дама здесь. Здесь у нас просто обычная другая карта. Итак, теперь нам необходимо перевернуть 4 карты. Но сделать это быстро, чтобы создалась иллюзия, что мы переворачивали именно каждую карту на каждой стопке. Вот за что я люблю фокусы Марло, так это за некоторую наглость в них. Иногда прям вот в открытую, в наглую просто идет такой вот обман, что и зритель даже не успевает ничего понять. Как раз это происходит сейчас. То есть, что мы делаем? Я беру карту, которая лежит у меня вот в этой последней стопке, которую мы тасовали даму, да. И применяю прием флип. То есть, вот это вот. Если вы не умеете делать прием флип, то можете просто вот так вот взять и попереворачивать их. Итак, я подношу две руки. Одну сюда, где у меня две дамы. И сюда, где одна. Поднимаю по одной карте. Делаю флип. И вот так вот руки скрещиваю и бросаю сюда. Далее подношу сюда. Делаю флип. И бросаю сюда. То есть, когда сделаете быстро, создается эффект, что вы перевернули по верхней карте в каждый из стопок. Такая вот иллюзия создается, что дамы нашлись вот так вот совершенно случайно. Ну что ж, друзья. Вот на этом, собственно, и все. Такой вот легкий фокус, который придумал легендарный и мой любимый фокусник Эдвард Марло. Ну что же, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И до встречи в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok